Привет, ребята и девчата! Канал Славка Гейм. Я, как всегда, Славка, ну а вы, мои любимые подписчики. У меня есть джойстик в руках. Вы слышите на фоне родную и до боли знакомую мелодию из игры Феликса The Cat на Dendy или на американской приставке NES. А значит, сегодня у нас с вами будет рубрика игры, которую мы помним. Игры нашего детства, игры на Dendy. Ну, в общем, Феликс The Cat. Что, погнали? Вот она, знакомая нам всем мелодия. Волшебная сумка, которая на ваш экран, из которой вылазит Феликс. Не знаю, будет ли у меня какое-то воспоминание по этой игре. В принципе, все детство я в нее играл. Вот одна из... Давайте начнем пока, запустим. Звонок, звонок. Вызовы, хрень, хрень. Звонок, так, надо туда не попить. Фелик, если ты не хочешь получить мою сумку, что-то я... Если ты не хочешь отдать мне сумку. Сейчас, смотри, если чай попить. Чай, говорю. Какой нахрючай. Сейчас пойдем. Сейчас успеем. Сейчас мы побежим. Наливайте чаечки, кофеечки. У меня есть фанта. Погнали. Так вот, это одна из любимых игр нашей в детстве была. Мы все в нее прекрасно играли. Также у меня мама любила эту игру. Я не помню, рассказывал или рассказывал, как у меня в детстве родители тоже садились, играли часто. О, да, кстати, эти головы можно бить. Из этих голов вылетает жизнь. В каждом раунде есть такая обязательная голова. Поэтому жизни здесь можно собрать бесконечное множество. Я реально говорю, это болезнь стримера какая-то. Когда и во время стрима, ты постоянно лажаешь. Причем на первом раунде. Стыдно должно быть. Так, а если я умер, то все сердечки возобновились, да? Ну, пойдем их заберем. А, нельзя уж дальше. Понятно. Так вот, каждый раз у меня мама садилась за эту игру. И постоянно... Что, у меня джойстик липкий? А что он липкий-то стал? Интересно. Постоянно я слышал эти знакомые звуки. Мама проходила эту игру. Но она легкая довольно-то, в принципе, игра. Поэтому нашим родителям был... Да что же такое-то? Так, надо собраться. Это даже стыдно, очень стыдно. Да бля! Нельзя ругаться. Мы же играем в Дэнди, а в Дэнди играть нельзя. Мы же когда были детьми, ну что же не ругались? Как-то проходили постоянно, нормально было. Сейчас что-то я ругаюсь. Ну вот. Папа у меня особо не играл в Дэнди, не любил это дело. А мама частенько, да, у меня прям... Садилась, играла во всякие Доктор Марио, Феликс, Флинс, Томин. Много всяких игр было, которыми я любил играть. Ну, Феликс, да, Феликс такая лайтовая игрушечка. Кстати, первым же делом появился мультсериал у нас на телевидении. Но я его особо не помню, потому что я был, наверное, очень мелкий. Это еще сериал был до Диснея. Диснея-то я помню, там всякие ЧПД, очень истории. А это Феликс появился наравне, наверное, с Бамси-медведь какой-то. Или как мультик такой был. Бамси. Причем я его очень плохо помню. Бамси тот же самый. Я помню только по комиксам. У меня были комиксы Бамси. Жалко, у меня сейчас не сохранилось ни одного комикса. Куда-то все раздали и отдали. Я хочу, кстати, опять же собирать, коррекционировать, может быть, все эти комиксы. Почему-то мне очень нравится коррекционирование ретро-игр. Вот это вот всего ретро-тематики. Там всяких комиксов. На столе человечков всяких игрушек. Всяких приставок в этой электронике. Все это было прикольно прям. Кстати, по поводу фанта или там голуби. Тоже есть, в принципе, что сказать. Это напиток такой был, который в основном либо на день рождения тебе покупали. Либо только на Новый год. В основном в обычное время мы пили всякие там радуги, колокольчики. О! Никто на мне куколу. Она, видимо, дорогая была. Я просто не смогу вспомнить. У меня справок нету. И я что-то купанул. Штюпал. Меня даже Нилка сейчас спросит, в принципе. Почему мне не покупали куколу в детстве? Ну, ну, у меня такое подозрение, что она реально очень дорого стоила. И говорят, что не у всех она была, но старея. Поэтому мы, наверное, и ждали дня рождения Нового года. Потому что всякие вкусняшки были, закупали родители на стол. Конечно, были друзья, у которых обычный компот там лежал или колокольчик обычный сраный. Но нам это не мешало радоваться днем рождения. Всякие салатики. Ну, много чего. Так, идем. Идем, идем, идем. Вроде все, я приловчился. Я просто говорю, я... Если взять... Отбросить... Почему? Проигрываю? Ну, почему? И отбросить все вот эти вот моменты, что я просто играть не имею. И на самом деле... О, опять еще жизнь. Опять же повторюсь, я джойстик в последний раз брал. В 2009 году я поэтому проигрываю. Потому что я вроде помню. Но я не могу понять, почему это так происходит. Почему я лажаю. Ну, вот давайте будем думать о том, что я просто давно не брал в руки джойстик. Если опять заново играть постоянно в ретро-игры в Дэнде, то, скорее всего, скил вернется. Потому что я был одним из тех друзей на районе у нас в городе. Ну, на районе с городом-то мы не дружили. А вот с районом, нашим двором... Да. Так вот. Я постоянно проходил все вот эти вот игрушки. Все. У меня было много-много картриджей. Я постоянно что-то всегда проходил мне. А ты это играл? Да, играл. Проходил. А вот это играл? Да, проходил. Да, как его пройти? Да, вот спокойно. Ну, у меня, потому что родители хоть и бывало ворчали, что слишком много играешь в Дэнде, там, вот, перерывы делают. Ну, у меня был второй телевизор, которым можно было пользоваться спокойно. И никто не говорил, что ты телескоп посадишь, или у тебя там зрение херовое будет. Я играл сколько я хотел вообще, непрерывно. Поэтому как с ним, как лето. Ну, кстати, хоть и лето, и не лето, я почему-то все равно даже гулял на улице. Поэтому... Не знаю, когда я успевал все делать. Время как будто очень долго тянулось. Особенно лето. Ай-яй-яй! А я что-то не думал, что он стреляет. Фу! Так, а мне еще нравится здесь водный уровень. Особенно, если ты докачаешься до подводной лодки. То есть, ты прям... Ну, я думаю, что вы заметили, да? Что сначала мы начинаем с обычной сумкой, с боксерской перчатки. Потом остановимся фокусниками, звездочками. Мы всех убиваем. После фокусника мы становимся машинкой. Которая сигналом всех убивает. И после этот танк. Вот, который сейчас у меня. Танк хоть и крутой, но... Импопакс очень трудно, потому что он стреляет немножко вверх, наискосом. Но тем не менее, временем мы дошли до босса. Я не помню, как их зовут всех. Не буду даже вспоминать. У меня очень много мыслей, и я сбиваюсь с них. И поэтому я с одной темой, бывает, перескакиваю на другую. Но... Быстро. Так вот, мультик шоу-то очень давно. Я не буду вдаваться в исторические подробности, справки наводить, когда именно... Когда именно он начался показываться по первому каналу? По-моему, по первому? Или по второму? Но я был очень маленький, потому что смутно, помню, очень смутно. Но это явно было до Диснея. Скорее всего, да, реально я был Бамси, и был вот Феликс Кот. Вот, кстати, это уровень полета. Мы начинаем с зонтика. После зонтика мы вращаем на воздушный шар. По-моему, музыка идет очень быстро, да? Мы играем не в 50 FPS, как привыкли. Поэтому, в мою возможность, я и проигрываю. Потому что мы... Или 50 FPS. Что-то немножко непонятно. Вроде бы она должна быть чуть медленнее. Ну ладно, это нам не помешает. Со временем, ребят, давайте так. Я буду донаты собирать. Не на развитие, например, такого прям супер канала. Не на покупку какого-то компьютера особо. А давайте буду собирать... Куплю приставку Дэнди. Я буду покупать на аукционах картриджи Дэнди. Куплю вторую камеру. И мы сделаем немножко в ретро-стиле канал. Все-таки уйдем, наверное, от современных игр, которые сейчас выходят. Тем более, они мне особо не особо так нравятся. Я буду покупать картриджи Дэнди, приставки все, какие есть там. Дэнди, Сега. И... С чем я еще могу познакомить? Первая PlayStation. Sony Dreamcast. Sega Dreamcast, пожалуйста. Почему бы нет? И будем просто играть на настоящие приставки. Я куплю карту захвата, чтобы я мог показывать Дэнди в ВБС, чтобы она на компьютер с карты захвата падала. И будем прям в ретро-тематике. Если кто смотрел АВГНа, как он, в принципе, обсирал все эти компьютерные игры. Что-то в этом духе, но только я не буду обсирать игры, а буду бить больше по ностальгии, по которой у нас была раньше. О том, какие у нас в детстве у нас было время, что мы играли и не думали ни о чем. Ну, забот не было никаких. Вот мы прошли. В пирамиду входим египетскую. Кстати, второй уровень уже. Я думаю, тоже обзавестись полочкой такой, на которой у меня будут стоять все картриджи. Все для Дэнди, для Сеги. Можно сделать немножко... Если мы пойдем в стрим, в стрим, стримить Дэнди будем, например, игры старые, то можно сделать интерактив со зрителями. То, чтобы зрители вытягивали кто-нибудь картридж, а мы в него будем играть. Но это надо очень много картриджей закупить. Поэтому, наверное, проще будет просто покупать картриджи какие-нибудь и в них потом просто играть. Сразу говорят, ребята, все-таки на рынке у меня попался такой-то такой-то картридж. И будем вытягивать, ну, вставлять, выиграть, проверять. Ну, это только мое мнение, мои догадки. Поэтому, если вам этого, в принципе, хочется, если вы хотите, в принципе, посмотреть, это можно реально сделать. Ну, опять же, повторюсь, на это нужны, конечно, прям суммы. Потому что просто картриджи сейчас стоят не так дешево, как хотелось бы. Вроде бы Дэнди, да? Но все понимают, что они сейчас в цене. Особенно картриджи, которые, например, от Стиклера. От нашего этого, кто придумал Дэнди, Стиклера. Кто скопировал приставку НЭС, сделал Дэнди. Это и делал фирмы Стиклера. Они же брали игры на Дэнди, которые пиратские причем. Урепили сзади наклейку Стиклера, слоненок. Засовывали в коробочку и преподносили это, как лицензионный картридж. Но, тем не менее, они это ценятся. Это уже как ретро. И это, конечно, коллекционирует вроде бы. Так, вот по поводу мультика. У меня в основном все воспоминания большинство ролов. В основном идут по мультфильмам уже диснеевским. Как я бежал вечером. Утром я никогда не смотрел. Он не любил смотреть утренние, там, в 9 утра, в Дисней Клуб. Нет. Это слишком рано, а я любил поспать. Но летом, кстати, я просил маму, разбуди меня в 7 часов или 8. Потому что на СТС или на ТНТ. Не помню, какой канал уже показывал. Либо ТНТ, либо СТС. Показывали окушики-детки. И потом еще какие-то мультики. А, эй, эй, Арнольд, окушики-детки были. Да, я с нами отставал рано. Мама собиралась на работу. Я ложился к ней в кровать. Включал телевизор. И пока она собиралась, я смотрел на фильмы, да. Сочет за сумкой. А потом, эй, Арнольд, окушики-детки, еще вечером повторяли. Вот. Я тоже вспомнил. Вечер я их тоже смотрел. Там потом Битл Джуус пошел. После мультиков у нас этих были какие-то страшилки. Я не помню, как они назывались. Если кто-то вспомнил. Напишите в комментариях. Начали про Феликса, а уже пошли по каким-то мультикам по-другим. Ну вот не знаю, почему. Вот компьютерные игры у меня прям ностальгии только вызывают. Вот компьютерные игры. Ну, игры дай мне. Язык заплетается. Босс. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. У-у-у. Вот. И после вечера страшилки, то есть там сидели подростки у костра. И начинали рассказывать какую страшную историю. И начинался. Да, только вся история начиналась сама. То есть там какой-то ужас. Не помню, какие страшилки детские были, в общем. Звонок. Звонок. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй профессор, я так понимаю, нашу подружку украл. Она вот связана сидит. Да, наверное. Я не буду переводить, потому что плохо английский язык знаю. О, консервная банка. Я даже всех героев, в принципе, смутно помню. И почему-то, когда я играл в Гэнди, вот эту игру Феррикс, я почему-то думал, что, вспоминал, что вот этот парень ученый, который... Он, по-моему, был добрый. А почему-то здесь мы против него. Играем. Очень странно. Я не могу понять, почему. Может, только эта игра на Гэнди так сделана. Да нет. Ну, жизнь не позволяет нам это делать. Так, полезно. Так, опять на тему... Кино из-за мультика. Ну, не помню я это особо. Очень мало лет было здесь. Поэтому, ну... Не знаю, ничего такого я уже не вспомню. Ну, смотрел мультик. Потом он как-то резко, быстро прошел. Я помню, да, что у него была сумка. Она была волшебная. Он что-то сделал постоянно и все доставал. И вот этот вот профессор, свои подручные, хотели у него эту сумку заполучить. Все. Это все, что я помню. Я помню, там была эта консервная банка. Вот эта вот рыба, которая... Я помню, что был... Да, блин, он что-то двигаться начал. Ну, мультик пересматривать я уже, кстати, не хочу. Если, например, диснеевские фильмы я хочу пересматривать, то этот мультик особо смотреть не хочется. Да и почему-то он как бы снят вроде очень сильно. Не особо хорошо, кстати. Ну, спидно, что он довольно-таки старый. Сейчас по телевизору вроде показывали какого-то пересматривания. Более, по-моему, современного. Но это не то, что было раньше. Это не то, что это не то, что-то... Да, это... Да. Я туда не упаду, не хочу падать. На этих, кстати, птицах, по-моему, можно ездить, если встать на них сверху. Комиксы, Феликс, мне не попадались. Были комиксы, Бамси, Микки Маус, Черепашки Ниндзя, помню комиксы, были мощные, прикольные. Интересно было дочитать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Потом, что еще были? Том и Джерри, комиксы у меня постоянно тоже были. Русалочка. Потом, Бамси, вроде все. Больше я особо комиксов, по-моему, не помню. А еще знаете какое самое расстройство в детстве было у меня? Я смотрел, по-моему, какие-то мультики постоянно потереть. Лизер, Флинстон и потом еще какие-то мультфильмы были. Потом и Джерри, по-моему, какие-то показывали. А потом один раз переходит это по какому-то каналу. Нам сказали, что этих мультфильмов больше показывать не будут. Эти мультфильмы теперь только на НТВ Плюс. Карту Нетворк. Все эти мультфильмы переходят на канал Карту Нетворк. Я прям помню рекламу Карту Нетворк. Все мультфильмы там, Джерри, Флинстоны. Еще какие-то мультики должны были быть. Если ты хочешь смотреть, то ты должен подключить НТВ Плюс. И я прям помню родителям говорил, мама, ну давайте НТВ Плюс подключим. Там все мультфильмы показывают, ну как так? Мам, давайте НТВ Плюс хочу. НТВ Плюс это очень было в то время дорого, очень. Там надо было купить антенну, тарелку огромную, потом за нее платить что-то. Да хрена и больше в месяц, чтоб смотреть ее. Ай блин. Ну естественно родители мне сказали, нет сынок, отвори. Не будет тебе никакого НТВ Плюс, мы здесь решаем. Я сидел без мультиков. Ну без всех этих мультиков. Дикстейлевские, конечно, показывали по телевизору, да. Ну мне-то хотел всякие там свои Тома Джелли, Фринстона, там черепашки Ниндзя. Там новые Тома Джелли там всякие в детстве. Ну кстати это не мешало, мне в принципе особо не нужно было НТВ Плюс, потому что у меня были видеокассеты, которые мама также с Москвы привозила. Они же в Москву лезли за товаром, закупаться товар, чтобы потом его продавать на рынке. И они привозили, помимо картриджей для Дэнди, привозили видеокассеты с мультфильмами. И причем это были видимо не рецензионные видеокассеты, а пиратские, потому что рецензионные были с обложечкой. Там было час что ли, сколько-то видео по времени шло мультфильмов и все. А у меня просто были видеокассеты обычные, там был записан 3 часа мультфильмов и там просто был написан на них сбоку. Помоги Джелли, все. Ну самопал, видимо, кто-то сам записан. И мне особо родители никогда не покупали вот этих видеокассет, которые лицензии. Всегда вот были именно вот эти вот часовые. Но нам это наоборот даже как-то не мешало, наоборот мы смотрели, радовались, очень много было мультиков. Тогда у меня появились мультфильмы вот как раз Том и Джерри в детстве. Русалочки все, мультфильные истории, ЧПД. Ну все-все в это дело, все мультфильмы Черепашки Ниндзя, все серии причем. Обычные Том и Джерри на 3 или 4 аж кассетах. Эх, было время в детстве, господи, включал видео, и я постоянно их смотрел. Я, например, не хотел играть в деньги, я пошел мультик, пожалуй, свои. Не хотел своих мультик, не смотрел. И мы живем, наверное, почему многие говорят, ой, вот я хочу там вернуть, как раньше было. Советское время же, было все прикольно. На самом деле, это было не очень прикольно для наших родителей. Это плохое было время. Ой, сейчас секунду. Эй, я сейчас умру, время кончается. Я думал, время идет заново, начинается с каждой клавиаты. Слишком много я болтаю, да? Поэтому и... Я понимаю, почему я проигрываю. Это не болезнь еще стрима. Это болезнь, не то, что болезнь. Это мы не сосредоточены на игре. Я же просто, получается, разговариваю. Когда разговариваешь, ты начинаешь думать, у тебя мозг немножко другим процессом занят. Сзади. Давай еще быстрее. Я не помню, как его звали. Какая-то консервная банка. Не знаю, откуда они появились, вообще ничего не знаю. Я не понимаю, почему Феликс, вот игра сама, стала очень для нами всеми любимая. Мы же мультик особо не помним. Это было очень-очень давно. Я говорю, это в корке подсознания осталось, что мы его смотрели. И когда появилась игра, мы сразу сказали, о, Феликс, это же как в мультике. Вот этот вот был тоже акула. Чуть-чуть быстровато идет музыка. Я думаю, у вас она тоже появилась, да? У меня подключен просто WhatsApp. Кстати, сейчас я немножко это... И если мне что-то водители пишут, то значит, что-то случилось. Поэтому я должен был посмотреть в телефоне, что он там пристал. За фото, за черные... Да, это очень быстро идет музыка. Я проигрываю, что скорость большая. Феликс и так же такая живая игра. Живо идет все. А тут еще и чуть скорость больше. Плюс идет запись. Как бы, ну не стрим, а просто запись идет, да? Я что-то рассказываю, я думаю. У меня мыслительный процесс идет на все 100%. Здесь мозг шарит сейчас. Ключен. Работает. Поэтому я могу всякую дичь говорить, запинаться. И еще могу системы на тему переходить. Потому что, потому что. Это те... Это, кстати, какая вот эта вот локация напоминает мне этот... Adventure Island, короче. Где паренек ходит такой, он постоянно прыгает. Там вот эти вот... Тоже синие, красные... Как его там, осьминоги прыгают из воды. Ты тоже прыгаешь на этих прыгалках. Очень сильно напоминает. Да вот, я говорю, я не знаю, почему эта игра полюбилась нам. Но мы сразу... О, Феликс! Мы всегда... Давай Феликс поиграем. Кстати, тоже прикольный уровень. Не, не уровень. Есть уровень ночи плывешь. Не под быструю мелодию, а под более медленную, по-моему. И он очень долгий. Там плывешь, плывешь. Ты думаешь, когда что закончишься, то уже... Нет! Все, дельфинчика давай. Я помню, маме нравилось, когда он на дельфинчике плавал. Но это было очень сложный уровень. По-моему, когда там плывешь, надо далеко-далеко... Был 18 жизней. Ну, если тренировать постоянно и играть в эти игры, то будешь же опять без запинок играть. Но сейчас я это реально уже давно не играл. Феликс у меня в основном попадался на картриджах четырех игроков. Четырех игрок когда была. Всегда четыре игры. Там был Феликс. Парк юрского периода. Сайдпокер какой-нибудь. Я просто не помню. По-моему, еще бывает. Эти четырехигровки, она бывает... Немножко игры разнятся. Но то, что, например, там бывает... Сайдпокер и Джурасик Парк, это точно. А бывают еще четырехигровки те же самые игры, но только там бывает еще и Дракула Брайва Стокера игрушечка. Не буду я брать больше. Я не понимаю, почему у нас с детства болезнь все вот эти вот картинки собирать обязательно. Ту же самую игру пройти. А у нас прям мания. Надо собрать. Надо вот взять ее. Это планеты меда нет. У нас прям... Блин, это с детства это болезнь. Все надо собрать. Вот. О! У меня глаз. О! Я на птичку залез. Мулачко! Что, тут тоже нельзя убить? Ну ладно. Ай! А сейчас я на него, кстати, не залез. Все, девочка! Девяносто секунд надо торопиться. Девяносто секунд надо торопиться. Мулачко! Тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-го! Я пока играю, я наверное сейчас всю фанту выпью. Да, я бы наверное сейчас все бы, но не все бы. О, хороший, мне этот уровень нравится. Ну, многое я бы отдал бы, чтобы сейчас посмотреть на себя со стороны в детстве, вернуться в то время, в день рождения какой-нибудь наш же столом или Новый год, когда мы прям наготавливали столько еды, как будто, блядь, в последний раз живем. Кстати, напоминает Инту, второй уровень. А компания одна, нет, не так же делала, разные. Инту, по-моему, одна компания делает, а я другая. Не могу вспомнить, честно, никак. Так, кто сделал Феликс, а кто сделал Фринстон, а кто сделал Квиттуру. Мне кажется, скорее всего, это... О, кстати, подлодка, я сейчас только сейчас замыкну. Звук приходит, когда опускаешь ракеты. Не, не будем брать больше никаких жизней. Просто идти вперед, надо вам пройти. Босс! Здорово! Акула! Так! Ай-яй-яй-яй, гаврюк-то! Все. 22 жизни пока что. Я не понимаю, почему я лошаю, но реально не знаю. Хотя я объяснил уже, почему. Сейчас, 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 надо попить, наверное, сюда. Блин! Все нормально. Не пробил. Я уже думал, что все, я прокину стакан. И все, было бы здесь липко так все. Ой, не люблю, когда фанты как-нибудь раздеваются. Стой, вон, но мы скоро до нее дойдем. Но игра долгая. На 20 минут. Я очень злой, Феликс. Я не могу контролировать свои эмоции, наверное, что-нибудь такое. Я вот не знаю, что это за главарь такой. Пират какой-то, Феликс. А может, и был там клон в мультике. Не помню. Не буду утверждать. Также о моих планах на будущее вы, в принципе, знаете. На все это, конечно, нужны деньги. Это нужно реализовывать. Может, и не стоит ли покупать тогда супер-вупер-компьютер. А просто стоит вложиться более. Если я хочу играть больше в ретро-игры. Потому что ретро-игры дают больше мне эмоций. Если, например, я играю в тот же Rust какой-нибудь. Или в современные игры. Я не могу ничего с вами поделиться о своих впечатлениях об игре. Я в основном просто бегу, сижу, там что-то делаю. Знаете, я сейчас только что понял. Почему в Rust, например, или в каких-то больших таких онлайн многопользователей игроках я не могу убивать кого-то, там быстренько добывать, крафтить оружие и идти там в отталку, там все керачить. У нас в детстве не было никаких онлайн-игр многопользовательских. Ай, ай, ты стреляешь, а вот кушка где-то мы еще. У нас были в основном вот игры Дэнди, Сега. И мы ни с кем особо там прям так не соревновали, что тебя надо кого-то заварить. Если мы играли с кем-то, то мы играли в кооперативе, шли вдвоем. Нас не заставляли там быстро убить, прицелиться там кого-то, захватить его ресурсы. Нет, мы шли в кооперативе. А тут приходится играть против всех, против людей. А это не тот ли уровень, что можно не успеть? Давай-ка подоропимся. По-моему, это тот уровень, где сейчас начнет кончаться время. Надо следующую игру, кстати, Аладдину пройти. Кстати, да, забыл еще, а комиксы Аладдин были, мультики Аладдин были и игры Аладдин. Кстати, Феликс, по-моему, одна из практически первых игр, в которые я поиграл. Было. Самый первый картридж, который у меня был на Дэнди. Ну, давай не будем включать игру с этими, которые, как сказать, игры, которые в комплект с Дэнди картридж дала, 9999 игр в одном. Мы не будем его учитывать. Он, естественно, был вместе с Дэнди, у меня картриджа не было. Он просто шел вместе с Дэнди. Вот родители купили Дэнди принести, я помню этот момент. Там в зале подключили, из коробки достали, папа все подключал. Я это вспомнил. Поставили картридж. Ай-яй-яй. Черный был картридж. Я его когда достану, наверное, куплю, покажу обязательно в камеру. Там, блядь, игры, которые... Вот на картридже были нарисованы игры, которых даже не было. Ты включаешь, там 9999 игр. И они все повторяются. Там шесть игр, которые постоянно повторяют свои игры бесконечные. Танчики, Марио, Галага и всякие игры с пистолетами. Вот и все. И Лунарбал. Бильярд, типа того. Все, а вот тебе и пожалуйста играй. Я помню, как мне дали джейстику руки и включили игру Марио. Я в него играл. Но для меня это было, в принципе, играть легко. Потому что у меня аж до этого была и приставка. А я был ребенок маленький, да, в основном. Этих. У него была Atari. Atari 2006. Но это был клон ее. Назывался Rambo. И там тоже были все встроенные игры в эту приставку. И я оттуда, в принципе, научился всяким там ходить. Но джойстики, правда, в Atari были как эти. Как джойстики, как штурнал для самолета. А здесь джойстик квадратный с четырьмя кнопками. Как-то быстро научился, нормально. Да, я помню, я играл. В зале, да, я помню, зал. Второго телевизора, по-моему, на тот момент не было, вроде бы. Да, второго телевизора не было. Потому что игра в зале. Когда родители не смотрели телевизор. И брал я картриджи в большинство игр, чтобы познакомиться с играми. Я брал картриджи у маминой подруги, которая занималась именно продажей именно картриджей для Денди. Она с Москвы привозила целую сумки этих кассиен. Катриджей. Я иногда приходил на рынок. Вот этот уровень, о котором я говорил. Плывешь на лодке, очень длинная. Умиротворяющая музыка. Вот его он. Так вот, я приходил на рынок, подруги их маниваю. Смотрел на вот эту витрину всех кассет, которые там были выложены. И я мог, в принципе, взять любую. Поиграть на один день, два. Потому что все-таки она же продавала. Или на вечер, то есть у меня три часа. Она на рынке сидела до трех, до четырех где-то дня. Они потом все уходили. И я мог взять картридж и на вечер поиграть. Мама утром потом его уже приносила, чтобы они его смогли тоже продавать. Я так много игр всяких разных попробовал. Я уже знал, какие игр хорошие, какие нет. Доходило дело даже до того, потому что я очень много игр знал, что приходили, например, к маме домой. Приходила еще какая-то подруга с картриджем о Денде. Они давали мне картридж. Говорили, проверь, пожалуйста, смотри, какие игры. И скажи, ты бы себе купил бы такой картридж или нет. То есть та подруга мамина хотела своему сыну сделать подарок. Тупить только все к Годенде. Но чтобы не упасть в грязь лицом, она хотела, чтобы игры были хорошие, не какое-то говно. Я, как сейчас помню, там было или 4 игры, или 8 игр. Но одна из них игра была в Диснейленд, что ли, как-то. Ну, за человечеком ходили в парки Диснейленд и приходили там эти уровни всякие. Там поезд, потом комната ужасов, еще что-то такое. Я говорю, да, можно взять. Понравится мне. Надо было говорить. Жалко, что я был не настолько взрослый, как сейчас. Я бы сказал, возьмите ему Battle Tots и Battle Tots Double Dragon. Все, это будут самые две любимые его игры. Ему точно понравится, он будет писаться от счастья. Потому что самые же наши охеренные игры были. Ну, еще была Contra, которую мы играли. Contra 6, да. Игры Ферикс, это прикольно. Они на расслабоне такие. Пройти, ни о чем не думать. А вот что по себе, прямо, я не знаю. Прямо задницу, чтобы подгорело. Можно было прям взять, да, в Battle Tots первую и поиграю. Ну, просто в Battle Tots. Там с другим нужно было развлечься, чтобы вдвоем поиграть. И одному. Фу, прошли. 40 секунд осталось, кстати. А, да вот уже будет меняться его время снова, да, заново. Это просто оказывается перед боссом. Не работало. Господи, реально, вот если взять, сравнить мои видосики по Расту какого-нибудь, по Доте, и даже вот взять по Дэнди, то я здесь в основном что-то разговариваю, вспоминаю свои похождения из детства. Много я еще сказать, но надо учиться мне все-таки. Я же не такой прям великий прям стример и блогер. Для меня это все впервые. До этого я играл в игры, которые я не сам никогда в жизни не играл. И я просто записывал свои эмоции от прохождения. А сейчас я играю, и мне приходится копаться в своей голове, чтобы вытащить воспоминания. Они сами лезут прям такой волной, наплывом. Я сейчас прям много-много кучей, и мне нужно учиться это все грамотно по полочкам складывать в голове, и потом вам преподносить. Потому что я это рассказываю с одной темы в другую, прям бегаю, бегаю постоянно. А может, это наоборот интересно. Если я даже буду потом повторяться. Потому что, если вдруг, кто, например, одно видео не посмотрел, посмотрит другое мое видео, там будут опять те же самые повторения. Быстро. Нет, Феликс для меня не вызывал таких прям очень сложностей каких-то. Вызывал последний уровень, да, последний, когда там ты уже на каком-то острове, что там вулкан бьет. А потом главный босс на летающей тарелке вокруг тебя летает. Было сложно? А, здесь есть уровень, и ты в космосе на летающей тарелке летишь, и тебе реально не хватает времени для лететь. Феликс, я не могу сидеть. Я... Стенд, стоять, стенд, да, по-моему? Стенд, а... Лисид, да, Лисид, сидеть. Я вообще не понимаю, куда он идет. Феликс, я знаю, что в конце он все-таки полетит на другую планету. На другой планете вот как раз вулканы. Все остальное будет такое? Непроходимое, ну вот. Там будет сложно. Мы, кстати, уже, по-моему, близки к этому. Не-е-е-е-е. Не-е-е-е. видеоматериала с особенного начала. Я не знаю, может быть я. Я хочу бить по вашей ностальгии, по вашим чувствам и воспоминаниям. Ай-яй-яй-яй-яй. Я хочу, например, если кто смотрел в репортаже вот эти вот ролики Дэнди Новая Реальность, как раньше Супонев преподносился в видосики. Я хочу также взять стол, разложить на нем все свои картриджи для Дэнди, всякие журналы, постеры развесить позади. Хочу стоять за ним и просто вам говорю, привет, ребята, с вами Славка, канал Славка Гейм. Сегодня вы находитесь за моим игровым столом, на котором разложены все картриджи для Дэнди. Вот такие вот постеры взятые из Советского Союза. И вот у меня разложен картридж, давайте вытянем один из них. Угу, там типа того. Да нет! И типа вот какая игру, какая раз мне попалась в руки игра, такая-такая-то. Очень хорошая игрушка, я думаю, сейчас мы в нее поиграем. Кто не помнит, это игра, там, Феликс Закет, например. Сейчас вставлю ее. И я буду реально вставлять ее, например, в приставку Дэнди. Буду реально там садиться за стул и там прям буду при вас играть. То есть камера меняется уже вот такая вот опять обратная. И я пробую, сижу за себя, уже там играю. Не знаю, по мне, мне кажется, это будет очень хорошо бить по ностальгии, почувствую по всем этим. Нет, о фу. И это будет лучше, чем я просто сижу за столом, и я играю в эмулятор, и я в эмуляторе не чувствую вот всех тех эмоций, которые раньше в детстве были. Когда я берешь в руки джойстик настоящий, и ты сидишь за телевизором играешь, это была съема, да, это прям круто было. Далее жизнь. Так странно, что я реально помню мультик сам, что он был, действительно был, но не помню нифига ни имена, ну и что там происходило такого. Где-то мозг не говорит, не воспоминания дает. Смутно так, что все хотели его в сумку заполучить. Я помню всех, которые герои, что они там были. Сложно. Даже не сложно, а больше торопишься, когда хокус же быстрее быстро пройти тоже. Если играть сосредоточенно, я буду просто молчать. А мне нужно копаться в голове на сказке воспоминания, чтобы вспоминать, кстати, там сумка была. Бум-бум-бум-бум. Кстати, на моих часах уже, по-моему, 5 утра, либо 6 утра. Я сейчас прихожу с работы, у меня работа вообще до 9 вечера. Я прихожу с работы, продолжусь отдыхать, поспать, сплю до 3 утра, до 4 утра. И потом, после этого, я встаю и еще и записываю ролики. Например, вчера, когда, да, вчера, я хотел раз записать. Сначала развивался, дом построил. Думаю, сначала построил дом, а потом буду, якобы, сижу в доме на крыльце. Ай-яй. Жадность меня сгубила. Хотел взять вот этот значок в голову Феликса. Но все-таки я не стал записывать раз. Тем более, в раз нужно очень много времени. Каждый день в него играть. Ну, я чувствую, что это все-таки, ребят, ну не мое. Я все-таки человек уже взрослый. И Rust не подходит для меня. Не могу я в него играть. Я вырос не на тех играх. Я никогда в жизни не любил много пользовательских игр, кроме КС. Ну, КС-ка это просто как с друзьями на друга пострелять. Rust это нечто, что-то другое, как КС. Тут не только ты стреляешь, ты сейчас строишься. Да и Сталибан немного другая. Это тот же самый Парк, тот же самый Rust, Фортнайт. Но Фортнайт, кстати, полегче для меня. Там просто ешь и убиваешь. Вот, по-моему, сейчас. Да, мы уже летим. Ну, вот сейчас времени не хватит. Да, и умирает что-то одного удара. Я вспомнил. Тут надо прям искать для них Феликсов головы. Шеликсов головы постоянно летают. Что-то звук у меня портится, кстати, в игре. У вас-то может быть хорошо? А дайте я попробую звуковую карту вытащить. У меня, по-моему, звуковая карта здесь. Тупит. Может быть, чтобы мысли собирались в кучку, приходится, может быть, писать сценарий. Я никогда не любил делать сценарий. Потому что если... То же самое, я творческий человек. И, например, я читаю, что песни... Я песни сочинял. И стихи писал раньше всегда. Сейчас времени на это нет. Планы немного изменились, так сказать. Так вот. Раньше писал. И я всегда читал, что когда музыка написана, сразу упал, когда вдохновение идет. Вот все, что у тебя в голове, музыка сразу легла. Это одно дело. А когда ты сидишь и додумываешь, придумываешь песню, это уже получится хрень. Может быть, она получится хорошая по смыслу. Но она быстро забудется. То есть, тебе кажется, что она прикольная. Но спустя время... Блин. Тебе она покажется не такой прикольной, не такой классной. Все слова скажешь. Ну, блин, что-то не то. Ну, есть и есть. Все, считай, мы не проигрывали. Поэтому я считаю, что музыка должна идти от сердца, от души. Как ты ее сочинил изначально, так она должна и идти. Поэтому у меня много есть песен, которые написаны четверостищи, там, первый куплет, припева только нет. И я не продолжаю, я не пишу их, я не сижу, не додумываю. Я жду, когда ударит вдохновение. Появится. И они сами у меня допишутся. То есть, ты сидишь, ходишь там, например, картошку чистишь, там, не знаю, посуду моешь, в бане купаешься. Хрена к тебе. Поешь эту песню, напиваешь свою. И тут такая разверна у тебя в голове. Поется, поется, потом раз ты начинаешь к ней придумывать дальше, дальше слова. И они сами идут. Вот это я считаю вдохновением, и я читаю вот эту песню. Тогда она станет. Вот как у меня, например, пришла зима. Видишь, многие ее про и пользовали, просили еще сыграть. Каждый раз сыграй, сыграй, сыграй. Она разделается вот именно так, что она прям сразу, я ей не дописываю на себя. Пришла зима, пришла зима. Последний день до декабря. Последний вечер ты со мной, и этот вечер будет мой. Вот, мы, кстати, на планету прилетели, где прячется профессор. Шарик можно уметь. Поэтому сценарий, вернусь к этому, я не хочу, чтобы он был написан. Я хочу, чтобы все, что я говорил, все это должно идти от сердца. То есть, то, что я думаю изначально, так и должно быть. А если я напишу сценарий, я буду по нему говорить. Это будут все эмоции, все, что это будет наигранно. То есть, вот тут, где я пока с вами разговариваю, я прям делаю эмоции такие, я там вспоминаю и что-то делаю. А тут я буду, получается, сразу заученный текст вам говорить, произносить. Нет. Кстати, по поводу Супонева. Когда я интервью его смотрел, он все, что он говорил на телепередаче про игры. Вот это вот все там, привет, ребята, там давайте сейчас будем играть в эту игру. Все это он тоже говорил, кстати, сразу, вот с ходом. Без заученного текста, без сценария. Быстро. Сейчас мы пошли до босса уже, самого главного, финального. Ага, здрасте, здрасте, здрасте. У нас 38 в жизни. Нет, я считаю, что мы все равно хорошо идем. Несмотря на то, что мы умирали, мы идем нормально, хорошо. Я понимаю, что сейчас многие скажут, Слав, ты это проигрываешь, ты как-то мог, ты сам вначале, со первым раундом. А ты попробуй, реально, попробуй сам. Не просто так сел играешь, а попробуй вспоминать, разговаривать. Попробуй, если джойстик брал лет 9, ну, в 2009 году, в последний раз, все вот эти вот моменты все складываются, и получается, поэтому ты и проигрываешь. Сейчас уже почти босс, почти, почти. Интересно, сколько я снимаю уже этого Феликса. Я даже времени не засекал. Я считаю, одна игра, вот если тендим играми, одна игра, одна запись. Кстати, по поводу стрима, да, вы извините меня, что в празднике на мае не было стримов вообще никаких, все ждали, а не было. Это связано с тем, что в субботу была рабочая. Я-то стрим снимаю, когда я отдыхаю, когда у меня выходной. А у меня сейчас лето, я же работаю в отделе логистики по мороженому. И сейчас у меня в основном отгрузки будут каждый день. Я работаю, считай, каждый день, кроме субботы. Получилось, что у нас суббота выходной. Суббота был выходной. То есть, суббота был не выходной, а рабочий день. А остальные дни я работал. И получилось, что стрим провести не было возможности. Вообще никак. Кстати, 11 мая я тоже не буду вести стрим в субботу. Потому что у нас опять корпоратив на работе. Мы поедем на природу, на шашлычки, будем кушать. Опять мы будем выпивать. Босс! Давайте возьмем танк. Нам нужен танк. Ага, танк. Ага, сейчас, вот и танк. Крен тебе, не танк. Все, погнали бомбить его. Там, говорят, есть легкий способ куда-то его загнать. А он изгоняется. Обманули. Но есть какая-то тактика, реально. Эй! Обращаясь. Эй! Все, я не хочу быть волшебником. Из-за уродного города. Кстати, я вспомнил, у меня была такая книжка в детстве. Но что-то у меня не особо не заходило. Я вот, как я вспомнил, читал. Ну что-то какая-то хрень. Там был какой-то урфин джуз, который своих солдат вы... Я вообще не знаю, к чему здесь это играет. А, вот она тактика. Я прошел. Я прошел, я сделал это. Все, сумка не досталась. Ферикс остался в своей сумке, а дальше спас свою. Молли-милли, кто она там, Китти. Не знаю, как их зовут. Много очков, наверное. Вот она. Прыг-прыг-прыг-прыг. Поздравляем! Эд, че, последний Ферикс? А, выживший Ферикс. Ты Китти спас, Рэскю. Я люблю тебя, Ферикс. Она же связанная. Развяжи ее, че она прыгает? Связанная. Разработчики здесь поленились. Они не сделали анимацию, какую она просто там развязывает. Или хотя бы она руками там прыгает довольно. Она связанная прыгала. И вот мы улетели дальше куда-то. Вряд ли это земля. Видимо, какая-нибудь другая планета. В другую планету улетели. А у нас конец. Да, такая вот игрушка. В принципе, простенькая, но прикольная. Но мы ее раз прошли. Ну, два мы можем ее пройти. Поэтому, да. Она игра хоть и хорошая. Но Battle Toads Double Dragon и просто Battle Toads, конечно, ничего не сравнится. Что будет в конце интересного. А, если мы старт начнем, то все. У нас вот есть очки хайского. Они, правда, не сохраняются, если кадры еще выключишь. Поэтому Hudson сок делала. Эти делала игрушку еще. Эти делала фринстону. Кстати, на многих денди эта игрушка была в темном цвете. Потому что некоторые приставки неправильно читали именно вот эту игру. И мы играли в темном цвете, в темных тонах. Все затемненное было. Ну, как-то все равно проходили. Ладно, ребят. На этом все. Поэтому ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Не поленитесь. Подпишитесь. Я буду очень вам сильно благодарен. Также в описании канала есть ссылка на мой телеграм-канал. Переходите тоже туда. Мы можем с вами пообщаться там в телеге, в чатике. А также вы можете узнать, когда ожидать следующий стрим. Ладно, на этом все. И пока. И играйте только в хорошие игры. Играйте в дэнди. Играйте. И пусть ностальгия, воспоминания о всем том, что было с нами. И вот с нами в детстве. Всегда будет с вами вот где-то вот здесь, в наших сердцах. Ребят, все. До скорой встречи. И пока. Дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова